Каждый день мы зависим от невидимых вещей, будь то инструменты для цифрового общения, радио или телевидения. Таких вещей очень много. Мы понимаем, что невидимые вещи влияют на нашу жизнь, как, например, бактерии или вирусы. Дело в том, что на нас влияют и вещи духовные. Писание говорит, что Бог — это Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Если мы хотим жить жизнью смелой веры, я призываю начать принимать решения. Не строить идеи вокруг религиозных обсуждений, но принимать жизненные решения, которые повлияют на наш график, ресурсы, вектор усилий и на то, как мы себя ведем, учитывая реальность невидимых вещей. Наша тема — смелая вера. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит с Никодимом. Это религиозный лидер, который пришел к Иисусу и с неподдельным интересом спросил, что мне сделать, чтобы обрести вечную жизнь. Иисус ответил, никто не войдет в Царство Бога, если не родиться свыше. Никодим смутился. Иисус только что подорвал все его устои. Никодим — религиозный деятель, и вся его жизнь подчинена соблюдению правил. Какую носить одежду, какую принимать пищу, как отмечать праздники и как себя вести. Всего таких правил было более 600. Иисус сказал, одних правил мало. Не родившись свыше, ты не войдешь в Царство Бога. Никодим был уверен, что принадлежит к правильной группе людей и правильно поклоняется. Однако Иисус говорит о новом пути. Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал, «Ты — Учитель Израиля, и этого ли не знаешь?» Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Иисус говорит о двух категориях — земные вещи и небесные вещи. Он объясняет, что небесные вещи имеют большую ценность. Смелая вера, к которой я вас приглашаю, это путь, на котором вы принимаете решения с учетом небесных вещей, а не земных. Бог сотворил землю и все, что на ней для нашего блага. Я не против этого. Но потратить жизнь на то, что вы не сохраните, это близорукость, потому что земные вещи временны. Вы не возьмете их с собой. Прекрасный дом, изобилие еды, заманчивые финансовые планы — я совсем не против этих вещей, но не позволяйте им заполнить вашу жизнь до такой степени, что вы упустите небесные вещи. Если вы думаете, что сидеть в церкви — это то же самое, что небесные вещи, вы напрасно тратите время. Это скорее земные вещи. Редкий визит в церковь на полтора часа — слишком малый интервал времени, для действительно ценных вещей. Сегодня мы в частности поговорим о лидерстве. Я уверен, что в целях Христовом не хватает лидеров. Нам нужны праведные лидеры во всех слоях общества. В классах, залах суда, больницах, рабочих местах, фабриках, наших методах ведения бизнеса, повсюду ощущается нехватка христианских лидеров. Но вместо того, чтобы жаловаться, почему бы не поднять поколение лидеров? Божий выбор лидеров — интересная тема, если вы ищете новый способ изучения Библии. Я нашел для вас два примера. Третья глава книги «Исход» — это история Моисея. Большинство из вас уже знает ее. В этом помог и Голливуд, и анимированная версия. Если вы уже давно в церкви, вы точно знаете эту историю. Моисей был евреем-рабом. Родители его оставили. Мы романтизировали эту историю, но суть в том, что ребенка сначала прятали, а затем пустили при Кенил, чтобы он утонул. Однако его выловила дочь фараона. Она растила Моисея во дворце фараона, словно родного сына. Будь вы на его месте, вам бы тоже было не по себе. Если бы вы знали, что вы раб еврей, ваш народ в рабстве, а вас растят словно родного сына, дочери фараона, задело бы это вас, Моисея, да. Он был агрессивным молодым человеком. Мы знаем это, потому что, увидев египтянина, который обижал еврея, Моисей его убил. Затем ему пришлось бежать. Сорок лет он был пастухом в далекой пустыне. Однажды к Моисею пришел Бог. «И сказал, я увидел страдания народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю разных народов». Ну, прочтете сами. «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Думаю, что до этого момента Моисей слушал и ликовал, да, Господи, точно, я так рад это слышать, как здорово, вперед, о Боже!» Думаю, он не до конца понимал сценарий событий. Бог сказал, что собирается совершить семь действий. «Сказал, я увидел, я услышал, я иду, я избавлю, я дам им новое будущее». Моисей лишь поддакивал, точно, все было прекрасно, до 10 стиха. Бог говорит, «Иди, я посылаю тебя». Боже мой, до этих слов я был совсем согласен. Честно говоря, это во многом похоже на наше представление о Боге. «Нам хочется, чтобы Бог решил этот вопрос с миллионами детей в год, из них три тысячи в день только в США. Нам хочется, чтобы что-то произошло». Бог отправляет вас, и вы говорите, «Нет, нет, я занят». Многие знают продолжение истории. Моисей упорно спорил с Богом, «У меня нет дара оратора, я заикаюсь». Бог ответил, «Ты пойдешь с чудесами в силе Божьей». Моисей отвечает, «Я знаю, что ты силен, но я не хочу этим». Он спорил так долго, что Бог рассердился. «Меня это отрезвляет». Как часто мы с вами спорим с Богом? «Не хочу, это не моя задача. Я убавлю звук и не буду тебя слушать. Не хочу этим заниматься». Но давайте откроем Новый Завет. Девятая глава Деяний. «Мы встречаем Иисуса на пути в Дамаск». Это интригует, потому что в первой главе Деяний Иисус вознесся на небеса. Он покинул землю, вернулся на небеса, но в девятый главе он вновь на земле. Он кого-то искал. Савла из Тарса, фарисея, ярого противника всех тех, кто верит, что Иисус из Назарета Мессия. Он выискивал таких людей в Иерусалиме и окрестностях, арестовывал их и сажал в тюрьму. Мужчин, женщин, детей. Какой прекрасный человек. Он делал это из-за личных мотивов, личных амбиций, потому что это привлекло к нему внимание властей Иерусалима. Его звезда начала быстро подниматься. У него была власть пойти в Дамаск, чужой город, чтобы найти тех, кто осмелится сказать, что Иисус – Мессия. По пути в Дамаск Савл проходил по северу Израиля. Тогда и появился Иисус. Он сбил Савла с лошади, и тот упал. «Мы неверно представляем себе Иисуса». В кино он всегда шепчет. Блестящие глаза, расфокусированный взгляд, но Савл убедился, насколько Иисус сфокусирован. Лежа в пыли и ослепнув, Савл услышал голос «Встань и иди в город». Там все и узнаешь. Павел был умным парнем. Он вновь сел на лошадь и поехал в Дамаск. Там у Иисуса был еще один друг Анании. Обещаю, что вернусь к конспекту. Но можете проверить. Все это есть в Библии. Бог сказал Анании, сходи и помолись за Савла. У Анании та же проблема с Богом, что часто бывает у меня. Ему кажется, что Бог не слишком хорошо информирован. Анания довольно долго объяснял Богу, почему ему не нужно идти навстречу Савлом. Тот плохой. И приехал в город, чтобы разыскать верующих. Анания был уверен, что Бог несколько дней не заходил в соцсети и не знал новостей. «Вам приходилось помогать Богу?» «Ох, я знаю, что, — говорит Библия, — «ну ты явно не это имел в виду. Явно не это. Давай я объясню, как устроена жизнь, чтобы ты мог подстроиться под меня». Анания все же согласился помолиться за Савла, а затем у Анании было видение. Это девятая глава Деяний. Савл уже. «Еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику. Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами израилевыми». Иисус находил в Себе учеников. Он искал лидеров для новоиспеченной церкви. Он сказал, «Это Цавл и Старса, Мой избранный сосуд. Хочу убедиться, что вы понимаете». Иисус по-прежнему ищет Себе учеников. Он по-прежнему касается жизни и говорит, «Ты Мой избранный сосуд. Если вы позволите Ему, вы станете Его избранным сосудом для целей Божьих». Я не считаю случайностью, что и Моисей, и Савл с неохотой соглашались с Богом. Я уверен в этом, потому что они оба были достаточно умны, чтобы понимать цену лидерства в вере. Я отступил от своего конспекта, но я где-то рядом. В 17 главе от Иоанна звучат слова Иисуса. Это молитва первосвященника. Он уже готовится к началу страстей и к распятию. Прочту один стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое». Он говорит со своим отцом. «Когда я был с ними, я соблюдал их и хранил их во имя Твое». Теперь Иисус дал нам власть пользоваться Его именем со всеми правами и привилегиями. Полагаю, что на нас возложена задача сохранять, соблюдать, защищать людей, быть светом и солью этого мира. Люди спотыкаются в темноте, потому что им мало света. Наша с вами задача в это время с помощью целей Бога, Слова Божьего и истины Божьей обеспечивать защиту и безопасность тем, кто не может сам о себе позаботиться. Пастор, мне это не надо. Я просто хочу на небеса. Я не хочу в ад. Скажите, какой молитвой помолиться? В какой комитет записаться? Мне бейджик-то вообще дадут? Я верю в силу молитвы и рад, что есть комитет. О, да. Даже у бейджиков есть цель и задача. Но все это не значит, что мы участвуем в Двери Божьей. Быть лидером означает применять свое влияние для продвижения важных для вас идей. У Божьего народа есть богатая история влияния и изменения нашего мира. Сквозь века, культура и все прочее мы были стражами города, мы стояли в проломе, строили ковчеги, побеждали гигантов, перестраивали стены вокруг Иерусалима, уничтожали идолов, бесстрашно говорили истину, выслушивая угрозы и перенося мучения. Мы шли навстречу львам и даже в раскаленную печь. Что скажут о церкви 21 века? Мы занимали себе места на парковке? Это наше время. Мы проводили в церкви разные варианты тренингов для лидеров и использовали инструмент, о котором я сейчас расскажу. Это три пункта, очень важные для эффективного лидерства. Они работают и в церкви, и где угодно. Первое — влияние. Лидерство значит влияние. Дело не в должности. Мы знаем людей с должностями, и нам нет до них дела. За ними никто не идет. Если вам кажется, что вы лидируете, но за вами никто не идет, значит, вы просто прогуливаетесь. Если хотите представить кого-то с должностью, да кого никому нет дела, вспомните Барни Файфа. У него была униформа, шляпа, бейдж и ружье. Но патроны ему не давали. Это было лишнее. Так что для лидерства нужна не должность, а влияние. И вот что важно понять. У вас есть влияние. И, возможно, не такое, как вам хочется. Возможно, вы мечтаете о большем, чем сейчас, влиянии. Но есть люди, которым важно ваше мнение. Они хотят знать, что вы думаете о событиях в мире и городе. Они будут вас слушать, если вы захотите поделиться вашим мнением. Им важно, что вы думаете. Я попрошу вас подумать о вашем влиянии в контексте Царства Божьего. Есть люди, которые знают вас как последователя Христа. Я говорю не только о собрании и о том, что по выходным вы ходите в церковь. Они знают о страсти вашей жизни. Вы используете свое влияние, чтобы говорить об Иисусе. Второй пункт. Ваше намерение. Лидерство не беспорядочное. Если вы пригласите меня в поездку, я спрошу, куда мы поедем. Если вы не знаете, это будет не путешествие, а скитание. В вере есть намерение. Моя Библия начинается с начала и заканчивается концом. У вашей истории, вашей цели тоже будет начало и конец. У Бога есть цель для вашей жизни. У Бога есть предназначение для разных сфер вашей жизни. У вас есть дом. У Бога есть задача для вашего дома. Одинокие вы или женаты, маленькие у вас дети, или они уже выросли, Бог ставит перед вами ясную задачу, которую нужно выполнить. Вы ходите на работу не просто, чтобы заработать денег. У вас есть задача, которую Бог поставил перед вами именно в этой среде. Как вы общаетесь с людьми, как руководите ими, как реагируете на тех, кто руководит вами, и насколько искренне вы себя ведете. Пастор, я работаю в страшном, безбожном, аморальном месте. Знаете, кем мы вас назовем? Миссионером. Мы отправляем команды миссионеров по всему миру. Они ненадолго едут туда, где мало кто слышал Евангелие, где странная еда и разноцветные банкноты. Никто не хочет туда эмигрировать. Вы проводите там один сезон и уезжаете. Но вы едете с миссией и с определенной целью. Бог отправляет нас куда-то с целью. У вас есть друзья, с которыми вы отдыхаете, с которыми расслабляетесь. У вас есть задача от Бога и для такого времени. Ваше влияние для царства не случайно. У вас не могут быть разные лица для церкви, для отдыха, для бизнеса, для семьи. Вы не запомните, какую маску в каком случае одеваться. Если вам кажется, что у вас получается, я спрошу у ваших детей. Они видят вас насквозь, с самого раннего детства. Помолитесь за папу. Он кричал на маму всю дорогу до церкви. Нет, мы не записываем их молитвенные просьбы. Ну и третий пункт, несоответствие. В контексте нашей веры мы не соответствуем. Я стою здесь неделя за неделей и рассказываю о том, чего сам совершить не могу. Я не могу изменить сердце человека и при всем желании не смогу никого исцелить. Это делает Бог, а не я. Я этого сделать не в силах. Но тот, кто дал нам послание, верен. Возможно, вы задумываетесь о том, чтобы стать лидером веры и рассказывать людям о Боге. Но тут возникает пауза, потому что вам кажется, что вы для этих целей не подходите. Моя жизнь непостоянна. У меня нет всех ответов. Я мало учился. Я не выговариваю всех слов в Библии. Это вовсе не недостатки. Это ваше самое важное преимущество. Люди боятся, думая, что им многого не хватает, что у них нет всех ответов. Мой самый частый ответ, я не знаю. Я вовсе не сторонник бесконечной учебы, но до сих пор продолжаю учиться. Если вы чувствуете свое несоответствие, то вы в числе первых кандидатов для царя царей. Вы не знаете, почему так? Потому что, когда его сила проявляется через нашу жизнь, люди смотрят на вас и думают, «Это точно сделал Бог». Такой будет и моя история. Влияние, намерение и несоответствие — это три ключевых фактора вашего лидерства в вашей вере в любой сфере вашей жизни. Теперь три пункта о подготовке. Если мы хотим изменить мир, нужно подготовиться. Все начинается с очищения. Это должны делать все. Надеюсь, вы сделали это перед тем, как прийти в церковь. На следующей неделе уделите этому на пару минут больше. Мы знаем, как очищать себя снаружи, но нам нужно очищать себя внутри. Пункты очень простые. Никакой ненужной вины. Вина и стыд — это ограничения, которые не нужно принимать. Друзья, мы все совершали ошибки. Никто не захочет, чтобы его жизнь показали на экране. Но Бог о нас позаботился. Первое послание Иоанна, первая глава, седьмой стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Неважно, где и кем вы были, кровь Иисуса, пролитая на кресте, может принести в вашу жизнь прощение, очищение и чистоту. И это потрясающе. У нас есть противник, он невидим. Он придет в ваши мысли. Когда вы решите сделать что-то для Господа, Он в красках напомнит вам о ваших провалах, непостоянстве и недостатках. Если вы устоите, Он окружит вас людьми, которые знают о ваших ошибках. Это первая возможность стать лидером. Вы можете сказать, да, я это сделал, но в моей жизни есть Господь, и теперь я иду другим путем. Вначале нужно избавиться от вины и стыда. С другой стороны, устремиться к святости, праведности и чистоте. Благодать и милость Бога не оправдание распущенности. Благодать Бога не дает права быть дебоширом и хулиганом. Если вам кажется, что Бог благ и милостив, и потому можно нарушать правила и выходить за рамки, вы обманываетесь. Очищение в том числе означает самодисциплину и ответственность за свои мысли. Возьмите ответственность за слова, которые выходят из ваших уст. Возьмите ее за свои эмоции. Кто-то дает волю своим эмоциям, но так делать не нужно. Мне говорят, не говорите мне, что я чего-то не чувствую. Я не спорю, что ваши эмоции реальны. Я говорю, что не все эмоции угодны Богу. Если бы я поддавался эмоциям, то на 99-м шоссе была бы драка. И какой прекрасный был бы финал. Итак, первое — это очищение. Второе — у вас есть история. У вас есть своя история с Богом. Своя история с Богом. Откровение 12.11. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Ваша история с Богом — это мощный инструмент. Мощный, потому что не зависит от мнений. Если я скажу, что сделал Бог моей жизнью, вы мне не поверите, это ничего не изменит. Это по-прежнему моя история. Я вырос в хлеву Теннесси и думаю, что сладости — это дар с небес. Вы скажете, а я вот не верю. Дело ваше. Я был в хлеву. Ваша история с Богом неопровержима. Да, она не охватывает опыт всех и каждого. Но вы сторонник Иисуса настолько, насколько вы его знаете. Поэтому так важно возрастать в вере. Вы не сможете поделиться тем, чего у вас нет. На Ближнем Востоке не может быть мира, потому что ни одна из сторон на переговорах категорически не идет на примирение. Но это уже совсем другая тема. Итак, второе. Ваша история. И третье. Нам нужно вооружиться. Вам нужны инструменты. Я работаю с человеком, который отвечает за все инструменты в кампусе. Он преподал мне важный урок. Он сказал, «Я никогда не возьмусь за работу, если у меня нет нужного инструмента». Я считал иначе. Я был уверен, что упрямство, сила воли и усилия восполнят нехватку чего угодно. Поэтому, если нужно сдвинуть камень, я буду делать это лопатой и тачкой. А он бульдозером. Я наблюдал за ним. Правильный инструмент действительно много значит. Нам с вами нужно осознать, какие инструменты дает нам Творец и Создатель всего. Они многое изменят. Слово Божие в вашем сердце, а не на полке. Понимание, что Иисус – Господь в вашей жизни, сообщество соратников, которые идут вместе с вами, бесценны. Дух Святой, умение различать Его голос, умение понимать Его призывы, все это инструменты, которые вполне вам доступны. Это не просто теория. Помните, что невидимое формирует вашу жизнь больше, чем материальный мир, в котором мы живем. Мы изменим мир для Иисуса. Вы – лидеры. Я вдохновляю вас сделать шаг веры и стать сторонником Иисуса в новых сферах. Я приготовил молитву. Аминь. Давайте встанем и произнесем эту молитву вместе. Готовы? Бог всемогущий, вот я, пошли меня. Я решил стать сторонником Иисуса из Назарета. Дай мне смелость говорить о благости Господа в моей жизни. Дух Святой, помоги мне распознать возможности, окружающие меня. Я благодарю Тебя за Твою великую любовь, которая несет освобождение в мою жизнь и через мою жизнь. Я сконцентрируюсь на Иисусе, отложив все остальное и совершу то, ради чего был сотворен. Во имя Иисуса. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Дорогие партнеры, служение Аллена Джексона напечатало чтение на каждый день под заглавием «Смелая вера». Мы живем во время, когда нужно выходить на новый уровень веры. Чтобы признать Иисуса Христа и продолжать следовать за Ним, требуется смелость, и наша книга поможет в этом. В пособии есть библейский отрывок на каждый день, молитва, которая поможет приблизиться к Богу и комментарии. Если совместить изучение ежедневника с чтением Библии, то это будет еще одним преимуществом. Это укрепит и благословит вас. Узнайте, как встретить обстоятельства с верой и отвагой. Изучайте новое ежедневное чтение «Смелая вера». Это идеальное пособие, сопутствующее ежедневному чтению Библии. Каждый день вы будете укрепляться стихами из Библии, вдохновляющие уроки, интересные вопросы и молитвы. Все это будет созидать вас в вере в Господа Христа. «Смелая вера» — это пособие по Библии. Мы отправим его, если вы пожертвуете нам. Чтобы получить ваш экземпляр, звоните по номеру, который вы видите на экране, или же посетите наш сайт. Спасибо за поддержку служения Алана Джексона. Вместе мы преображаем мир. Дорогие партнеры, служение Алана Джексона напечатало чтение на каждый день. Под заглавием «Смелая вера». Мы живем во время, когда нужно выходить на новый уровень веры. Чтобы признать Иисуса Христа и продолжать следовать за Ним, требуется смелость, и наша книга поможет в этом. В пособии есть библейский отрывок на каждый день, молитва, которая поможет приблизиться к Богу и комментарии. Если совместить изучение ежедневника с чтением Библии, то это будет еще одним преимуществом. Это укрепит и благословит вас. Узнайте, как встретить обстоятельства с верой и отвагой. Изучайте новое ежедневное чтение «Смелая вера». Это идеальное пособие, сопутствующее ежедневному чтению Библии. Каждый день вы будете укрепляться стихами из Библии. Вдохновляющие уроки, интересные вопросы и молитвы. Все это будет созидать вас в вере в Господа Христа. «Смелая вера» — это пособие по Библии. Мы отправим его, если вы пожертвуете нам. Чтобы получить ваш экземпляр, звоните по номеру, который вы видите на экране, или же посетите наш сайт. Спасибо за поддержку служения Алана Джексона. Вместе мы преображаем мир.